Изменение ситуации в сфере профилактики правонарушений напрямую зависит от отношения должностных лиц к исполнению возложенных на них обязанностей. Ведь, как говорится, сделают то, что должен из ситуации, измениться к лучшему. По мнению сотрудников прокуратуры, комитетные службы не всегда своевременно выявляют причины возникновения чрезвычайных ситуаций и, как следствие, не принимают действенных мер. Это заставило прокуроров усилить контроль за исполнением законодательства в сфере профилактики пожаров. Прокуратура района уделяет значительное внимание вопросам профилактики пожаров и гибели людей. В текущем году в Брестской области складывается неблагоприятная ситуация с пожарами. Наблюдается негативная тенденция увеличения количества пожаров и гибели в них людей. К сожалению, Брестский район не стал исключением. У нас также увеличилось количество пожаров, но радует то, что люди в них не гибли. Однако это не является основанием для самоуспокоения и снижения активности работы субъектов профилактики. В ходе проводимых проверок прокуратурой района уделяется значительное внимание оценке деятельности и эффективности деятельности местных исполнительно-распорядительных органов Брестского района, отдела внутренних дел, Брестского, РУЧС и иных субъектов профилактики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прокуратурой Брестского района также проводятся проверки по всем фактам гибели людей на пожарах, в ходе которых устанавливаются не только причины возникновения возгорания, но и полная работа субъектов профилактики. По итогу при наличии тех или иных оснований принимаются меры прокурорского реагирования. В последующем виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. Здесь главное правило не наказать, а первым делом указать на ошибку. Как показали результаты проверок, имеются нарекания к деятельности субъектов профилактики по проведению осмотров противопожарного состояния домовладений, проведению индивидуальной профилактической работы с населением, особенности с социально незащищенными категориями людей. Это одинокие лица, одиноко проживающие, престарелые, многодетные семьи, семьи социально опасного положения, а также лица, ведущие социальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным. В ходе проверки сотрудники МЧС и прокуратуры посетили людей, которые сегодня находятся в группе рискает и пожилые, и отдельно проживающие граждане, и многодетные семьи. И проверить необходимо каждого. Так в одном из домов печь в хорошем состоянии. Но всё же небольшие нарушения есть. Вот, вы так печку топите. А разве ж можно так топить? Вы вот так вот топите печку, сидите постоянно перед ней, да? Да, да. Ну, в следующий раз, Денисовна, вы... Я вот печки никуда не отходил. Такие длинные, в следующий раз вы не ложите трава. Вот у вас коротенькие есть. Пока печки не вытоплю, то я не отходил никуда. Старые печи, котлы и их неправильная эксплуатация, любая мелочь может привести к трагедии. Чтобы избежать пожаров, напоминают инспекторы, достаточно выполнять простые советы и быть внимательными к своей безопасности. Мы со своей стороны по проверенным домовладениям, которые мы сегодня посетили, примем максимальные меры по информированию заинтересованных. По первому домовладению мы все равно, несмотря на то, что мы пообщались с дочерью домовладельцы, мы все равно проинформируем ее в письменном виде, разъясним требования пожарной безопасности и надеемся, что наше письмо возымеет должное действие и дочка обратит внимание на то, в каких условиях проживает ее мама. Что же касается второго посещенного домовладения, мы также проинформируем заинтересованных для приведения печного отопления в надлежащее состояние. В дома, в которых выявлено нарушение, спасатели через пару дней вернутся, ведь для них главное не наказать. Главное правило, которое должен знать каждый. В пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией.